Состоялся ряд встреч представителей Верхней Палаты Парламента с председателем Американо-Узбекской Торговой Палаты, а также вице-президентом по связям с правительствами компании B2Gold. Кроме того, переговоры проведены и с представителями Парламента Республики Таджикистан. О рассмотренных вопросах в репортаже далее. В ходе встречи первого заместителя председателя Сената Али Мажлиса с председателем Американо-Узбекской Торговой Палаты, прибывшей в нашу страну в качестве международного наблюдателя, Кэролин Лэм высоко оценила подготовку проведения президентских выборов и подчеркнула, что по сравнению с предыдущими, нынешняя избирательная кампания отличалась большей открытостью и прозрачностью, высокой коммуникацией как избирателей, так и кандидатов, электоральной активностью. Отдельно отмечу участие молодежи. Хотелось бы наблюдать такую же активность молодых людей в Соединенных Штатах Америки. Несомненным удобством стало проведение выборов в выходной день. Процесс голосования также был хорошо организован. Для международных наблюдателей были заранее проведены тематические лекции по всем аспектам, связанным с выборами. Стороны обсудили динамичное развитие узбекско-американского сотрудничества в различных сферах. По мнению Кэролин Лэм, реформа, проводимая в Узбекистане, в том числе направленная на развитие предпринимательской деятельности, укрепление гарантий иностранных инвесторов повышает доверие зарубежных предпринимателей к нашей стране и их желание вести бизнес в Узбекистане. В ходе диалога были рассмотрены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В столь же конструктивном духе прошел диалог первого заместителя председателя Сената Али Мажлиса с вице-президентом по связям с правительствами компании B2Gold, бывшим послом Канады в Коста-Рике, Гондурасии и Никарагуа, Нилом Нейлридером, который участвовал в прошедших президентских выборах в качестве международного наблюдателя. По его мнению, это важное общественно-политическое событие прошло успешно, открыто и прозрачно в соответствии с общепризнанными международными стандартами. Обращала на себя внимание активная гражданская позиция узбекистанцев. Гость подчеркнул, что с интересом наблюдает за процессом реформ в нашей республике, особенно за преобразованиями последних пяти лет. Отдельно остановился на улучшении бизнес-климата, условиях, созданных для инвесторов. Мы были также очень рады со своими коллегами общаться с партнерами по геологоразведке, по горному делу в Узбекистане, потому что B2Gold – это компания, которая производит миллион унций золота в год. Это примерно 30 тонн золота. Компания наращивает свои инвестиции в Узбекистане, и в этом году они составляют уже 5 миллионов долларов на геологоразведку. Но мы уверены, что эти усилия увенчаются открытием месторождения. И компания сможет выпускать золото здесь, на вновь открытых месторождениях, в партнерстве со своим соседом в этой территории, на воинским горнометаллургическим комбинатах. Заметный момент был то, что выборы проходили с строгим соблюдением санитарно-эпидемиологического требования. Наши впечатления как международных наблюдателей касательно выборов президента республики Узбекистан положительные. Выборы были организованы на достаточно высоком уровне. Существуют некоторые международные стандарты в области проведения выборов. Избиратели законодательства тоже соответствуют с этими международными стандартами. Это мнение всей миссии наблюдателей от Таджикистана еще раз прозвучало в ходе встречи с членами Маджлиси Мили Маджлисы Оли Республики Таджикистан, с председателем комитета Сената Али Маджлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта. Также отмечалась положительная динамика в развитии двусторонних связей и роль межпарламентских отношений как важного фактора этого процесса. Стороны были единодушны во мнении о необходимости активизации сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.